а хотите приготовим вот такую утку с айвой и яблоками это очень вкусно давайте приготовим тем более что я для этого трачу 10 минут все остальное делает духовка сейчас буду готовить великолепное очень вкусное блюдо утка вот уточка два с половиной килограмма домашняя с айвой и яблоками смотрите вот это айва две штучки это яблоки кроме этого нам понадобится соль и перец и все приступаю сначала утку буду солить и перчить утка у меня уже готовая она уже общипанная помыла ее протерла сухим полотенцем бумажным высушила полностью уже подготовлена для того чтобы ее запечь так по всей поверхности а также внутрь сольку так теперь точно также перцем проходимся руками глажу делаю ей массажик и с другой стороны давайте сделаем так а теперь вовнутрь немножечко перца все удочка готова теперь займусь айвой и яблоками нам надо получить четвертинки шкурку обрезать не буду делю пополам вырежу сердцевинки айва у меня двух типов одна пахнет яблочком а другая грушей и все это еще с лимонным вкусом с лимонным запахом так четвертинки вторую айву айва готова теперь яблочки яблоки лучше выбирать твердых сортов кисло-сладкие тоже четвертинки вместе со шкуркой теперь начиняем утку айвой и яблоками просто закладываем все внутрь немножко утрамбовать можно чтобы побольше получилось потому что яблоки айва очень вкусные получаются чтобы туда побольше поместилось так чуть-чуть вот так под натянем теперь будем зашивать я уже подготовила иголку и нитку теперь мы зашиваем чтобы она не выскочила чтобы кожа не порвалась берем вот так подальше от края и здесь чуть-чуть руками помогаем стягивать слегка то что какие-то яблочки будут видны и снаружи ничего страшного кто умеет шить кто не умеет у всех все получится а теперь вот эта нижняя часть где так называемая папочка мы ее подтянем тоже вот сюда так немножечко раз с этой части все обрезаем теперь что мне надо теперь мне надо вот эту часть впереди где шея тоже немножечко зашить чтобы жирочек не вытекал сильно сейчас будем зашивать дальше сажаем зашиваем и немножечко стягиваем наша задача здесь шеи практически нет бывают утки когда есть шея снаружи стараемся ее запрятать внутрь тогда шея не сгорит это уже его можно кушать она будет вкусная эти шею внутрь максимально утопила а снаружи стараюсь закрыть кожей весь жирочек будет внутри таком виде утку можно поместить в холодильник целлофановый кулюк и в холодильник на несколько часов чтобы поставить ее чуть позже в духовку можно оставить ее на ночь на сутки если хотите то есть она уже с солью с перцем и потом поставить в духовку мне сейчас ждать некогда мне досрочно ее приготовить можно и так как я сразу же помещаем ее в духовку можно ставить в разогретую не разогретую пожалуйста как у вас получается вот я духовку еще не успела разогреть поставлю сейчас в обычную духовку и на два с половиной килограмма утка это где-то на два часа все отправляю в духовку через полтора часа я вынимаю утку и переворачиваю ее и ставлю в духовку еще на полчаса она как бы и так уже красивенькая но станет еще красивее уточку перекладываем это жирочек из уточки вот такая красавица у меня получилось посмотрите как это красиво а вкусно как сейчас я сниму вот эти ниточки вот эти нитки как правило к утке я подаю зелень и эту утку очень вкусно кушать с гранатовым соусом наршарап а а также с соусом терияки на основе соевого соуса это все очень вкусно вот такое замечательное вкусное блюдо уткам с яблоками сайвой я приготовила я потратила 10 минут своего времени остальное сделала духовка если утка меньше двух килограмм тогда понадобится полтора часа для того чтобы утка приготовилась это прекрасное праздничное блюдо а также великолепный вариант мясного блюда на новогодний стол впереди праздник новый год пожалуйста можете взять этот рецепт себе на заметку я желаю побольше интересных и вкусных моментов нашей жизни до новых встреч до новых рецептов пока пока а